Сортировка мусора в Японии 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 Если там осталось в тюбике То есть опустошайте и вымывайте это Далее Что касается Миксу Эта миксовая бумага То есть В данном случае Здесь написано Что к ней относится Упаковочная бумага Газеты рамарки всякие письма факсы а также если ты в шредере измельченного разного рода бумага то есть также показано что пожалуйста не кладите туда такие всякие кипы там с журналами там с газетами или еще что то там то есть аккуратненько вот кладете в пакетик и то есть ставите его там рядом с этим также пожалуйста не кладите бумагу и пакеты отдельно точно к пластиковым и коробки на про отдельно то есть должны быть они вместе как здесь написано так что относится к сжигаемому мусору относятся любые бытовые отходы любая еда любая бумага ну мелкая там любая скажем так в том числе и пластик какой-либо мелкий вот если вы например живете в районе где у вас разделение идет только на сжигаемое и не сжигаемое покажу сжигаемый то есть этот вот ординарий горабич здесь называется то есть это сжигаемый то есть обычный мусор также здесь идет разделение пластиковые контейнеры это вот как раз вот то что там было показано вот и упаковка потом mix paper это вот то что бумага вот было показано как там бумагу упаковывать обычно опять мусор и идет банки бутылки и как сказать пет бутылки но стеклянные бутылки пет бутылки и банки то есть категории обычного мусора то есть или сжигаемого относятся вот игр уже бытовой мусор любой мелкий пластик бумага некоторые люди не заморачиваются они выбрасывают все и вот эту микс пейпер и пластиковый контейнер все в ординарий выбрасывают то есть как бы есть люди которые ну разделяют это все и как бы сортирует то есть отдельно то есть бытовые отходы и до отдельно пластик идет и отдельно бумага идет но опять же бумага я только та которая вот как там нарисован то есть упаковочные какие-то газеты письма факсы и все то есть никаких там упаковок от от еды или еще чего-то там внутри который вы купили там что-нибудь мелкий какой-то мусор там бумажки чек какой-нибудь или еще что-то там то есть обычно его это сам в обычный вот в ординари бросают и все далее есть не сжигаемый мусор здесь он не показан но я вам так расскажу что не сжигаемый это обычно как его рода например то есть батарейки например баллончики газовые дальше там ну то что там из в спрей какие-то были и ну разного рода металлические вещи вот например как здесь вот стоят вот видите вот это не сжигаемый мусор то есть обычный который металль металл идет либо же части какие-либо части от разобранного там например как он называется то шкафа например разобранный шкаф или там полочки или еще что-то либо пластиковые там ящики какие-то там кто-то выкидывает тоже не сжигаемый мусор и он к пластиковым контейнером не относится как вы можете видеть там нет такого только мелкий мусор сюда относится вот большой мусор это отдельно то есть вот например можете здесь видеть дальше когда вот банки бутылки и стекло теперь бутылки принимается в субботу да теперь идем дальше вот маленькие металлические объекты это то есть как вот я там уже сказал вот это вот всякие батареечки всякие там детали от стола или еще что-то там у вас будет выбрасывается два раза в месяц всего вторую четвертую среду как здесь написано и также есть оверсайз гарбич это то есть большой при шкаф и выбрасывать или большая софа или еще что-то вы отдельно звоните вот по этому номеру вот вы также должны купить в магазине в комбине зайти купить стикер там на выброс этого мусора то есть приклеить этот стикер позвонить в канта в компанию в эту и попросить их приехать забрать вот но это например только здесь некоторых компаниях там они сами приезжают один раз в неделю проверяет если есть или нет такой мусора забирает сами так вот что что можно сказать про токио в основном везде все правила одинаковые то есть это сжигаемый мусор не сжигаемый мусор банки бутылки и пэт бутылки отдельно и значит большой оверсайз мусор и все в принципе то есть вот четыре категории по которым она как бы делится но как я уже говорил все зависит от префектуры все зависит от города и также мусорка вот мусорка например может быть разный вот например здесь удобная мусорка сделана вот в виде металлического бокса вот соответственно мусор выбрасывается сюда вот открывается подходит человек открывает этот кладет сюда мусор закрывает и все и он пошел вот такие вот тары это для бутылок и банок то есть если там вас накопились какой-то бутылки банки желательно их тоже в пакетике конечно и вот сюда вот ящик переворачиваете и туда в ящик кладется дальше ну соответственно больших домов большие мусорки вот наподобие таких вот идут и обычно если дома рядом расположены то правила забора мусора они одни потому что все дома обслуживаются в одной мусорной компании но есть различие например у вас быть может здесь например с одной стороны улицы одна префектура обслуживается одной компании а другая сторона улицы другая префектура и ослуживаться другой компании но там префектура либо город там этот кул например да соответственно у вас с одной стороны мусорки мусор забирается в одни дни с другой стороны в другие дни но при этом вы обязаны выклад выкидывать мусор только в свою мусорку бывает случай что люди как бы они хотят побыстрее выкинуть внесут в чужую мусорку мусор примеру да в соседнюю а соседи это увидели да и вышли например на вас потом это наругались за это потому что в японии не принято выкидывать свой мусор в чужую мусорку то есть у каждого своя мусорка и каждая компания обслуживает вот именно ту мусорку то есть люди за это платят это не бесплатно это входит стоимость аренды обычно там если вы арендуете дом ну к примеру вот квартиру в таком доме там порядка 40 50 квадратов идет обычный размер если вы арендуете в таком доме квартиру там за 70 за 75 тысяч то где-то 4000 или 34 тысячи идет на вот на уборку территории то есть это за забор мусора то есть плюсом к этим 75 то есть плюс 4000 это идет вот как раз вывоз мусора уборка территории вокруг дома и если есть сад у вас какие-либо деревья то у вас еще и в саду то есть какие-то работы проводятся там газом подстригут там кустики деревья там так далее ну вот в принципе и все все что касается мусора если у вас остались какие-либо вопросы обязательно задавайте их комментариях если вам понравилось обязательно подписывайтесь ставьте лайк жмите там на колокольчик чтобы вам приходили уведомления о новых видео на своем был дэн до новых встреч